МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Совет моего дома». Вопросы благоустройства у нас круглый год на слуху и на виду. К таким работам можно отнести благоустройство дворовых территорий, многоквартирных жилых домов, парков, скверов. В Куйбышевском районе в этом году прошло комплексное благоустройство дворового пространства. Во многих дворах появились пешеходные дорожки, новые детские спортивные объекты, установились камейки и урны для создания комфортной атмосферы. Помимо этого, в Куйбышевском районе выполнен ремонт внутриквартальных дорог, обновлены внутриквартальные проезды и пешеходные дорожки. О том, как живет и развивается Куйбышевский район, я говорю с моими гостями в студии Алексей Александрович Коробков, глава Куйбышевского внутригородского района города Самар и Ольга Васильева, председатель ТСЖ Новокомсомольская, Дом 40. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Ну что же, мы с вами встречаемся во преддверии Дня города, но поговорим все-таки, наверное, о тех работах, которые были выполнены в Куйбышевском районе. Что было сделано в этом году? Какие виды работ включало благоустройство той или иной территории? Алексей Александрович, расскажите, пожалуйста. В этом году мы, собственно, как и в прошлом и позапрошлом, комплексно занимались благоустройством района, занимались восстановлением асфальтового покрытия в тех дворах, где это особенно, скажем, востребовано. Если говорить фактурно, по цифрам, то в рамках федеральной программы комфортная городская среда в 2022 году нам удалось привести в порядок четыре адреса, причем мы традиционно пытаемся охватить все микрорайонные поселки района, то есть не сосредотачиваемся исключительно в каком-то одном месте. В этом году мы работали и на Новокомсомольской, мы работали на Пугачевском тракте 43, соответственно, в центральной части, и мы также охватили поселок Рубежный, два адреса там закрыли, на улице Воздушного флота. Кроме того, мы занимались ремонтом внутриквартальных проездов, как вы правильно отметили. В этом году мы уже сделали 12 адресов. Вообще, принципиальная позиция – это общерегиональная политика и поручение губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, чтобы все строительные работы, касаемые внутриквартальных проездов, тем более касаемые федеральной программы «Комфортная городская среда», чтобы физически все работы были выполнены до 1 сентября, ну, по понятным причинам. Понятно, что по приемке, по документам у нас еще есть время, но вот непосредственно сами работы должны быть выполнены до 1 сентября. Кроме того, за районные средства по инициативному бюджетированию в этом году мы продолжаем осваивать площадку на 113-м километре. Мы ее начали делать в районе дома Липеговская в прошлом году по губернаторскому проекту «Содействие». Тогда сделали комплексную детскую площадку, но в основном для ребят младшего возраста, и сразу жители сказали о том, что, в общем-то, там несколько домов сразу на двор выходят, и, естественно, люди разных возрастов, и было бы здорово продолжить уже для ребят более старшего возраста, и в этом году как раз вот уже по инициативному бюджетированию мы продолжаем. То есть, опять же, комплексный подход. Если зашли в какой-то двор, то стараемся, соответственно, все работы, необходимые в нем выполнить. Я помню прекрасно эту детскую площадку, сама лично снимала сюжет Липеговская-3, по-моему, если мне не изменяет память, и был там спортивный комплекс, как раз детская площадка «Адмирал», да? А что же будет дальше? Да. Ну, сейчас будут установлены уже, конечно, вот этот вот корабль, да, он смотрится достаточно, скажем так, презентабельно, и сюжет, понятно, очень красивый получается. Дальше мы продолжаем уже, как я сказал, для ребят более старшего возраста. Там будут установлены турники соответствующие, мафы уже для ребят, ну вот, скажем так, подросткового возраста. В любом случае, двор очень большой, мы максимально стараемся вот все, что там, допустим, ну, скажем так, функционально пригодно, что жители хотят как-то оставить, вписать уже с учетом обновления. Вот. Но в любом случае, будет здорово. По этой площадке у нас работа еще пока не завершена, и там нет такого вот жесткого, потому что, в принципе, погода и в сентябре, и в октябре, скажем так, позволяет. Ну, позволяет продолжать работу, да? Да. Вот. Но я думаю, что мы вас обязательно пригласим на открытие и сделаем это максимально красиво, как это у нас получилось в прошлом году. Ну что же, Ольга Васильева, еще раз представляю гостю, председатель ТСЖ Новокомсомольской, дом 40. Расскажите, пожалуйста, как началась ваша управленческая деятельность? Моя управленческая деятельность началась в 2018 году, когда наши жильцы нашего дома решили сменить способ управления на товарищество собственников жилья. До этого нашим домом управляли три управляющие компании. Как бы работу свою они проводили неудовлетворительно, но это и сподвигло нас принять меры. Да, чтобы поменять именно форму, ну и как вам форма ТСЖ, какие вы видите очевидные плюсы, может быть, и минусы-то есть? Не, ну и плюсы, и минусы, да, есть в каждом моменте. Но основной плюс то, что товарищество собственников жилья, ну, работает во благо именно жильцов, учитывает интересы жильцов, позволяет нам оперативно решать все проблемы и вопросы, то есть мы не ждем, пока нам что-то там кто-то решит, мы сами берем и действуем. Прозрачность финансовая, то есть как бы люди видят, за что они платят, куда тратятся их деньги. У меня в доме есть чат, в который я регулярно выкладываю все наши работы на этапе, когда была проблема, что мы, как мы это устраняли и что в итоге мы получили в результате. Но ведь все равно, согласитесь, работа не оплачивается, ну, в большей степени она, скажем так, символична. Да, да, поэтому на это же ведь нужно время. Да, время нужно очень много, душевных сил, моральных, физических. Да, конечно, тем более это работа с людьми, и, как известно, на всех всегда не угодишь, поэтому какие трудности вообще, с каким трудностями столкнулась? Ну, одна из первых трудностей, когда я приступила к управлению домом, да, как в лице председателя товарищества, это отсутствие опыта и нужного багажа знаний. То есть с нуля. Я раньше этим никогда не занималась, но в процессе, набивая шишки, как бы на своих ошибках, выстроили работу, организовали, как бы все, что касается необходимого уровня обслуживания дома. Вот. И еще одна трудность, которая у нас была на начальном этапе, это, ну, как бы финансовое, да, с нуля, начать с нуля. Управляющие компании нам не оставили ни копейки, и первые полгода было очень тяжело, так как большинство мы выбрали способ управления ТСЖ, но и на тот момент в доме были те, кто, как бы, ну, не согласен. Ну, сомневались. Сомневались. Да, и они хотели буквально с первого дня видеть результаты работы, но не понимая то, что на счету ноль, нужно еще сначала накопить определенную денежку, да, при этом уже расходы шли с первого месяца. Но мы справились. Полгода год был такой тяжелый, и на данном этапе мы уже, можно сказать, вышли в плюс. Ну, о результатах поговорим чуть позже. Алексей Александрович, расскажите, пожалуйста, что в следующем году планируется в районе, вот как раз по части благоустройства, если мы все-таки продолжаем эту тему, проекты содействия, формирования комфортной городской среды? Да, я, кстати, вот, Ольгу Васильевну хочу поддержать, то, что, несмотря вот на проблемы роста, да, проблемы первого этапа, нехватка знаний, нехватка того же самого опыта, вот, абсолютно, мне кажется, на пятерку справляется Ольга Васильевна с председательством. Я лично вот уже, скажем так, много сталкивался по разным рабочим вопросам, лично с Ольгой Васильевной и вообще вот с жителями этого дома и соседних домов. Хочу отметить, что очень такая сплоченная действительно команда соседей, это проявляется и в месячник по благоустройству, как люди организованно выходят, как они вообще четко знают, что за кем закреплено, как Ольга Васильевна отстаивает права своих жителей в работе с администрацией района, со мной, то есть Ольга Васильевна всегда очень активно заявляет о том, что нужно сделать, если там какие-то проволочки, звонит постоянно, напоминает о себе, это, конечно, крайне правильно. Как раз говоря о благоустройстве, я думаю, что и вот совместно с Ольгой Васильевной непосредственно на Новокомсомольской мы что-нибудь в следующем году организуем общими усилиями, но вообще в целом по району могу сказать, что мы продолжим, конечно, работы в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», сейчас мы для себя планируем не меньше, чем в этом году, четыре адреса закрыть по этой программе в будущем году, мы внутриквартальные проезды также будем ремонтировать, и тоже задача не меньше, чем в этом году, понятно, что мы рассчитываем на то, что финансирование будет в тех же объемах, вот, то есть как минимум 12 таких горячих адресов нужно закрыть. Но я хочу сказать, что вот если посмотреть динамику, да, там за последние четыре года, допустим, в общей сложности мы уже отремонтировали порядка 50 внутриквартальных проездов. Хорошая цифра. Да, если говорить вот 10-12 год, вроде бы это капля в море, хотя и эта цифра, в общем-то, достаточно существенная, но, в принципе, такими темпами действительно мы там на горизонте 5-7 лет можем практически все вот острые вопросы в районе снять. Но чтобы еще и качественно работы выполняли, чтобы через 5-7 лет не пришлось латать те места, которые, да, были вот это время назад. Но вы знаете, конечно, вы как глава и ваша команда знает все болезненные точки, которые есть в районе, но вот инициатива жителей все-таки, она важна, она вам нужна, и самое главное, она помогает решить проблему. Я абсолютно не слуковлю, скажу, конечно, она нужна. Понятно, что в некоторых моментах нам, может быть, сложнее работать, но вот как раз на примере ТСЖ Новокомсомольской 40 и личного участия Ольги Васильевны я говорю о том, что, конечно, под лежачий камень вода не течет совершенно точно. Во-первых, все программы по благоустройству, которые есть сейчас в регионе, это и федеральные программы, и местные программы, они, в принципе, предполагают активное участие жителей на этапе формирования заявки для участия в программе и дальше, на этапе реализации самой программы, на этапе общественной приемки и на этапе, что самое главное, дальнейшей эксплуатации, потому что часто бывает, что какой-либо объект сдается, и впоследствии житель уже, честно говоря, там, скажем так, не проявляют вот такую вот ответственную хозяйскую позицию и не должным образом не содержат эти объекты. Естественно, вот то, о чем вы говорите, да, но только не про асфальт, а про мафы те же самые, конечно, они приходят там достаточно быстро в негодность. Поэтому активные жители – это не просто помощники, это абсолютно равноправные участники вот этого процесса местного самоправления. Проводники благоустройства, можно так сказать. Да, и я могу сказать, что сейчас абсолютно наглядно, вот где критическая масса активных жителей есть, по какому адресу, вот по этому адресу практически они участники всех программ всевозможных. И визуально можно оценить, потому что видно, что там все абсолютно благоустроено, ухожено, даже если не брать вот бюджетные возможности, да, то есть люди своими силами приводят в порядок прилегающую территорию, да, где-то какие-то красивые клумбочки, где-то какие-то скамейки там самостоятельно абсолютно установленные, не всегда за бюджетный счет. Поэтому здесь вот именно на местном уровне активность важна, наверное, как нигде. И продолжая тему благоустройства, новый тротуар, небольшая парковка и лавочки у подъездов. Двор по адресу Пугачевский тракт 43 благоустраивают по программе формирования комфортной городской среды. Какой объем работы выполнили, увидела Светлана Курявцева. Во дворе дома на Пугачевском тракте 43 Куйбышевского района завершается благоустройство. По просьбе жителей здесь сделали асфальтовое покрытие внутри квартального проезда, парковочный карман, тротуар, входные группы, поставили лавочки и урны у подъездов. Работы идут по программе формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь в основном акцент был сделан на замену асфальтового покрытия. Здесь достаточно печальное состояние было у проезда вдоль дома. Кроме того, жители отдельно обращали внимание на то, чтобы мы организовали парковочный карман. Я хочу отдельно обратить внимание, что мы не ограничились проездом вдоль 43-го дома. Уже по другой программе ремонта внутриквартальных проездов мы продолжили этот же проезд, который идет вдоль 41-го дома, потому что вполне логично было все это в комплексе завершить. По словам представителей подрядной организации, работы идут с заметным опережением графика. Осталось завершить укладку грунта вдоль тротуара и установить ограждение. Сейчас остались только работы по подсыпке после работы двортов. В основном все работы уже выполнены, то есть на 99% практически. То есть работ осталось на 1-2 и работ будет завершена. У нас контракт до конца августа. Жители преображением двора довольны. Самые активные не только участвовали в подготовке дизайн проекта, но и сейчас контролируют ход работ, общаются с подрядчиками, дают советы. Дома более 40 лет, никогда работы не производились, у нас было очень плохое состояние. Сейчас много асфальтобетонных покрытий, тротуары, ограждения, лавочки, поэтому все жители очень рады. В этом году в Куйбышевском районе по программе формирования комфортной городской среды благоустраивают четыре двора. Два на улице Воздушного флота, на Новокомсомольской и здесь на Пугачевском тракте. Благодаря этой программе ранее преобразился и сквер имени Куйбышева – излюбленное место жителей района. Ну а мы продолжаем наш разговор. Ольга, у меня вопрос к вам. Мы остановились с вами на том, что удалось сделать за это время. 2018 год, четыре года. Так что удалось сделать за это время? Ну за это время мы, первое, что было сделано, мы привели техническое состояние дома в пригодное для эксплуатации. И один из важных моментов – мы фонд капитального ремонта перевели на спецсчет ТСЖ. Это было сделано с целью замены коммуникаций в доме. Такую большую сумму денег неоткуда было взять. Мы приняли решение с собственниками, что мы забираем деньги фонда капремонта на свой спецсчет ТСЖ. И в 2020 году мы провели капитальный ремонт. В нашем доме мы поменяли практически все коммуникации, ну кроме подвальных, и снизили аварийность, ну можно сказать, практически до нуля. У вас год какого года постройки? 2010-й. 2010-го. И все равно, тем не менее, да, уже три года. За 8 лет коммуникации пришли в негодность. Изначально были поставлены бракованные трубы застройщикам. И ну как бы вот сейчас, говорю, мы вот аварийные ситуации все свели к минимуму, я считаю, это основой. Дальше мы уже начали заниматься ремонтом подъездов. У нас три подъезда по 10 этажей. Мы сейчас вот, то есть во всех трех у нас сделан ремонт. Именно вот в период управления нашим товариществом. В третьем подъезде сейчас вот мы заканчиваем работы. Мы отремонтировали входные группы в дом. Установили видеонаблюдение. Благоустроили территорию вокруг дома. Вот Алексей Александрович приезжал, когда к нам на субботник видел. У нас всегда очень много цветов. То есть мы за этим всем ухаживаем. Дети нам помогают. То есть мы так живем дружной, сплоченной командой. Ну а все-таки бывают проблемы, в решении которых все-таки приходится прибегать к помощи со стороны? Да. Без этого, я думаю, наверное, ни одно ТСЖ не справится. У нас есть, помимо тех вопросов, которые текущие по ТСЖ, вот, например, перенос контейнерной площадки. Мы вот с администрацией решаем. Она стоит в крайне неудобном месте. Мусоровозы разрушают тротуары, проезжую часть. Мы как бы вот сейчас работаем в этом направлении, чтобы вынести ее за пределы внутридворовой территории. Ну, как бы это текущий момент. Но есть более глобальные проблемы. Наши дома, вот Новокомсомольская 40, есть еще три дома. Новокомсомольская 42, 38 и Пронниковой 36. Мы стоим обособлено, там, где-то в 500 метров от основного района Волгарь. И получается, как бы в момент застройки инфраструктуры, как бы, к нам не сложилось. Никакой не сложилось. И получается, у нас нет тротуаров до школы. Школа находится в 500-600 метров от нас. То есть дети идут по проезжей части. Фрундинский мост новый, да, у нас построили, вы, наверное, в курсе. Остановка общественного транспорта была перенесена сейчас от наших домов, вот четырех обособленных порядка километра, чтобы дойти до этой остановки. Мы эти проблемы озвучили на встрече с Лапушкиной Еленой Владимировной. Написали ей официальное обращение. Как бы, ну, она обещала нам помочь. Как бы, это вот проблемы, касающиеся вот не только нашего дома. Я думаю, что обязательно у вас все получится и сложится. Открытый диалог ведет всегда и глава города, и глава внутригородского района знает. О проблемах обязательно доложит. Верно, Алексей Александрович? Собственно, то, о чем говорит Ольга Васильевна, как раз вот этот тротуар, он в планах у Департамента городского хозяйства в этом году сделать. И мы там совместными усилиями, я уверен, абсолютно решим эту задачу. У нас есть планы и на следующий год, но вот это вот действительно острый момент. Вот этот вот тротуар, о котором Ольга Васильевна говорит. Это не до школы. Нет-нет. Ну, это, скажем так, частично. Частично, да. То есть в этом году уже будут работы сделаны. Частично. Продолжаем. Продолжаем разговор. А Самара в этом году отметит 436-летие. Какие мероприятия пройдут, праздничные мероприятия в районе приуроченной к одному городу? Да, конечно, мы, как неотъемлемая часть города, будем отмечать. Причем у нас праздничные мероприятия уже начались с сентября месяца. У нас запланированы, во-первых, праздничные мероприятия дворовые. В общей сложности порядка 10 дворов, где мы будем устраивать там и для детей, и для взрослых интересные конкурсы. У нас запланированы мероприятия праздничные на площадках общественных, которые были сделаны в рамках комфортной городской среды. Это, причем тоже коснется абсолютно всех микрорайонов района. Это и сквер Речняков на Сухой Самарке, это и Ерикпарк в районе Волгарь, это и сделанный в этом году сквер Куйбышева в центральной части. Ну и, конечно, вишенкой на торте будет праздничный салют, который состоится непосредственно 11 сентября в воскресенье, в день города, на традиционном для нашего района месте, в районе Дома культуры «Нефтяник». Отдельно я хочу отметить, что мы единственный район, если не считать общегородской центральный салют, который будет уже традиционно, единственный внутригородской район, где свой, скажем так, локальный салют будет. Поэтому нашим жителям совершенно нет никакой необходимости ехать куда-то в район набережной и так далее. То есть они смогут у себя там выйти из дома буквально, да, пройдя там 10 минут. Ну и какие-то праздничные мероприятия, концерты, наверное, предварят салют, да? Разумеется, да. Вот как раз то, о чем, да, естественно, очень насыщенная программа весь воскресный день, непосредственно день города. Все это будет происходить также на площадке перед Дома культуры «Нефтяник». И, собственно, уже вот вечерняя программа, да, она закроется таким красивым мероприятием, как салют. Ну и от праздничных мероприятий, все-таки давайте к промышленным локомотивам, экономике района перейдем. Расскажите, как сейчас работает и развивается одно такое предприятие «Нефтефлот». Да, ну вообще в целом Куйбышский район – это один из основных индустриальных районов нашего города. У нас достаточно много предприятий ключевых для тех или иных отраслей экономики. Понятно, что и флагман нефтяной промышленности, да, нефтеперерабатывающий – это наш нефтеперерабатывающий завод, который, кстати говоря, при участии которого, в том числе, вот, возможен салют, о котором я говорил. Вот, но у нас также уникальное для всего Самарского региона предприятие «Нефтефлот», потому что это единственное судостроительное предприятие в Самарской области. Собственно, это предприятие делает Самарскую область в том числе и центром судостроения в масштабах всей страны. На сегодняшний день «Нефтефлот» чувствует себя достаточно уверенно. Портфель заказов сформирован вплоть до 27-го года. Вот, сотрудники могут, скажем так, быть спокойны, да, за то, что у них работы много, да, стабильно. И все. Чем, собственно, непосредственно занимается, да, предприятие – это постройка, в том числе, промерных судов. Кстати, хочу отметить отдельно, в рамках большого госконтракта 8 вообще всего судов предприятие должно заказчику поставить. И вот в этом году в том числе 4 спускаются на воду. В июле месяца 2 были уже спущены. И вот на этой неделе, 8 сентября, будут спущены еще 2 судна. У предприятия «Нефтефлот» запланировано соответствующее праздничное мероприятие по этому поводу. Ну и кроме того, пассажирские суда, что особенно приятно, причем в том числе и морские, не только речные. Также предприятие имеет контракты и на сегодняшний день занято их производством. Ну, помимо озвученных, да, КНПЗ, «Нефтефлот», лично вот у меня, как у главы района, очень приятные эмоции от того, что Самарский резервуарный завод, да, некогда такое, ну, легендарное предприятие тоже для нашего региона. Оно тоже встает на ноги, оно себя чувствует достаточно уверенно. Сегодня коллеги тоже стабильно работают, тоже имеют заказы, в том числе государственные. Вот, поэтому, скажем так, экономика крупных предприятий в районе чувствует себя хорошо. Спасибо. Ольга, вопрос к вам. Реализация проекта «Мой дом». Скажите, пожалуйста, а стали ли вы уже участниками этой программы, удалось ли побывать на семинарах? Да, мы, я присутствовала на семинаре буквально месяц, по-моему, да, назад? Да, в августе. Да, да, в августе. Я недаром спросила вас, потому что, как известно, в Самаре продолжается серия обучающих семинаров в рамках проекта «Мой дом» для председателей Совета многоквартирных домов, товариществ, собственников жилья, жилищных кооператив и активных жителей города. И вот на этот раз тренинг провели как раз в Кубышевском районе областного центра. Участников познакомили с системой ГИЗ ЖКХ и разобрали все интересующие вопросы по управлению домами. А вот тему продолжит наш корреспондент. От основ жилищно-коммунального хозяйства до правил управления многоквартирными домами. Для председателей Советов многоквартирных домов, товариществ, собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и всех активных жителей Кубышевского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в прошлом году инициировал губернатор Дмитрий Азаров. Список обсуждаемых тем составили с учетом пожеланий горожан. «В общей сложности уже на территории Кубышевского района состоялись десятки таких семинаров с привлечением главных экспертов региональных в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Самые обсуждаемые вопросы, конечно, касаются законодательства трактовок жилищного кодекса в части управления домами. Как взаимодействовать с управляющей компанией, что вправе собственники за свои деньги требовать с управляющей организацией». Сделать сферу ЖКХ понятной, обеспечить упрощенный и быстрый доступ к широкому перечню данных поможет современная платформа ГИС ЖКХ. Она позволяет без комиссии оплачивать коммунальные платежи, передавать показания приборов учета, контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями. «У жителей всегда есть проблема вопроса. Как раз для этого мы обучаемся, чтобы эффективнее решать их проблемы. Людям хочется сделать ремонт в подъезде, получать более качественные ресурсы от ресурсоснабжающих организаций». Для участников тренинга организаторы подготовили наглядный материал. Каждому выдается рабочая тетрадь председателя многоквартирного дома. Это достаточно объемный документ, в котором можно найти не только ссылки на нормативно-правовые акты, которые работают в сфере ЖКХ, но и бланки образцов заявлений. Напомним, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей Советов многоквартирных домов 8800-45-263. По нему все желающие могут получить консультацию, записаться на семинар или оставить обращение. Ну и продолжаем наш разговор. Кстати, вот по программе «Мой дом», Алексей Александрович, как вы считаете, вот действительно это важная и нужная программа сегодня для председателя МКД? Ну, конечно, это нужная программа, мне кажется, это вполне очевидная вещь. И особенно хочется отметить, что эта программа, которая имеет абсолютно самарские корни, появилась здесь, и сейчас уже наш опыт тиражируется, в том числе, на другие регионы России. И вот это во многом, скажем так, огромная заслуга личного губернатора Дмитрия Игоревича, что действительно этот проект получил, местный проект, который получил действительно федеральное признание. Значит, Алексей Александрович, во всю идет, да, уже подготовка к топительному сезону, пару слов о строительстве новой котельной. Да. Ну, это фундаментальный вопрос, который просто не решался десятилетиями, и, наконец-то, в этом году есть конкретное решение. В целях надежности, во-первых, теплоснабжения и качества теплоснабжения со старых ведомственных теплоисточников, таких как котельная КНПЗ и котельная Волгобурмашина, гастродальная, было принято решение всех потребителей тепловой энергии переводить на новые источники. А что такое все потребители? По сути, это весь 116 километр. Это сотни домов, это тысячи людей. Сейчас в этом, в этот межотопительный период активно велись работы по перекладке теплотрасс в общей сложности, там до километра теплотрасс переложено. Работа еще продолжается в настоящий момент. Строительство новой котельной для снабжения потребителей от Волгобурмаш, вот в районе улицы Трубная, Красный Крежок, Эльтонская, там маленькая котельная строится на полтора мегаватт и большая котельная, которая в перспективе как раз от КНПЗ потребителей возьмет на себя на пересечении Грозенской и Старомиловской шоссе. Это не просто в масштабах района, это в масштабах региона всего вообще колоссальное достижение. И еще раз, люди, которые, откровенно говоря, мучились иногда с теплоснабжением, наконец-то раз и навсегда этот вопрос для них решится положительным образом. Ну что же, спасибо вам большое, уважаемые гости. Это была программа «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучили эксперты, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!